Оперативка началась с триумфального доклада Ильшата Тажидинова на тему развития ипотечного кредитования и облегчения процентной ставки для населения. Они опять отобраны, самые лучшие, и та самая каша в голове из списков никуда не делась. Я абсолютно точно знаю, что манипуляции с этим состоянием подъездов однозначно остались. В итоге он истратил за два дня 6 миллионов 50 тысяч, что с его же слов эквивалентно 12 километрам гравийной дороги в республике Башкортостан. Это был официальный ответ в редакцию издания «Регион России» о том, что они отказывают давать очное интервью Хабирову этому изданию, потому что боятся, что Куцуева будет слишком много фотографироваться вместе с главой республики. Центральной темой на этой неделе в нашей передаче будет опять оперативное совещание у Хабирова. По всей видимости, поняв, что в последние недели правительство и сам Хабиров несколько переборщили с самокритикой, на прошедшей неделе оперативное совещание представляло из себя удивительный аттракцион, саморекламы, а также, судя по всему, это была некая модель выставки достижений народного хозяйства Республики Башкортостан последнего времени. Иначе объяснить то, что оперативка прошла абсолютно в мажорной тональности, наверное, нельзя. Судя по всему, Хабиров понял, что так настойчиво и долго критиковать собственное правительство, наверное, неправильно, потому что, ну, напрашивается совершенно закономерный вывод о том, что, ну, вы, Радий Фаридович, кого набрали-то вообще? У вас все они балбесы, бездельники, значит, каша в голове у них там и прочее, прочее. Ну, в общем, оперативка началась с триумфального доклада Ильшата Тажеддинова на тему развития ипотечного кредитования и облегчения процентной ставки для населения. Ильшат Тажеддинов поведал нам, что, оказывается, в Республике Башкортостан существует некая программа под названием «Жилстрой сбережения», которая позволяет оптимизировать расходы граждан на ипотечный кредит, на то, чтобы купить жилье в ипотеку и впоследствии ее успешно выплачивать. Структура этой программы достаточно простая. Граждане откладывают примерно шесть лет, ну, там есть немножко колеблющиеся сроки, но оптимально это шесть лет. Граждане должны откладывать на определенный специальный счет от трех до десяти тысяч рублей. И государство добавляет к этим деньгам от себя из вот этой программы, там, максимальная сумма составляет три тысячи в месяц. Ну, и всего можно, значит, получить от государства 216 тысяч рублей дополнительных средств на этот же счет. Через шесть лет средства уже саккумулируются. И именно с этого счета можно перечислить первый взнос в, значит, ипотечный кредит, получить ипотечный кредит по сниженной ставке. Как сейчас было сказано, что сейчас эта ставка составляет порядка 8-11%, а задача стоит снизить ее до 5% в дальнейшем. В общем, выглядела эта история совершенно мажорно, минорно, радостно, весело. Это было, ну, вот, абсолютно гладкое достижение. Также Ильшат Тажединов сообщил нам, что он вовлек в эту программу уже 1087 семей, которые уже получают сейчас ипотечный кредит. То есть, они шесть лет уже аккумулировали эти деньги и получают уже ипотечный кредит в Сбербанке под 7%. Радий Хабиров остался, значит, очень доволен этим докладом. Перешли к следующему вопросу. Ну, в этот момент я нажал на паузу записи и задумался. Ну, вообще, вот, довольно странная схема. Ну, понятно, государство решило помочь людям. Более того, теперь снова сняты ограничения. То есть, помочь любым людям. То есть, любой теперь человек может войти в эту программу. Ну, и все ли так здорово, и все ли так, ну, вот, как излагал Тажединов, прямо ура-ура, и воздух чепчики бросали. Ну, начнем с того, что, как ни странно, количество ипотечных программ вот в этой схеме, которую Тажединов соорудил, ничтожно мало. То есть, количество людей, вовлеченных в эту программу, составляет менее трети процента от семей, которые есть в Башкирии. Мы знаем, что ипотечный кредит, ну, в общем-то, получили десятки тысяч человек в Башкирии и получают. И, в общем, процесс этот идет постоянно. Ипотека является основным источником финансирования практически для всех покупателей нового жилья и либо покупателей, там, молодых семей и так далее. Почему же так мало? В чего-то тысяча семей, хотя, там, десятки тысяч получают ипотеку. Это первый вопрос. Второй. Я взял в руки калькулятор и начал считать. И вот тут, конечно, стали появляться странности. А на выходе я, конечно, получил совершенно однозначный вывод, что эта схема, если не мошенническая, то абсолютно убыточная. Давайте моделировать. Шесть лет люди вкладывали деньги в эту программу. Значит, они это начали делать где-то в начале 2013 года. И должны были, ну, теоретически откладывая по 10 тысяч в месяц, шесть лет, они должны были саккумулировать на счету 720 тысяч рублей. На эти 720 тысяч рублей к концу шести лет государство добавило еще 216 тысяч. А также банки начислили проценты, но процент там совершенно нищенский, он от одного до двух процентов. То есть, это минимальная процентная ставка, меньше просто нельзя. Соответственно, еще за шесть лет набежало 44 тысячи. Итого, граждане саккумулировали на счетах при помощи государства процентов и собственных средств 980 тысяч рублей. Ну, казалось бы, откладывали 720, получили 980, вроде как 260 тысяч в плюсе. Однако, если бы шесть лет подряд каждый месяц граждане просто тупо покупали американские доллары на эти 10 тысяч каждый месяц и откладывали их на самый минимальный процентный счет в банке, они бы саккумулировали сумму порядка 15 тысяч американских долларов и еще 720 американских долларов набежало бы процентов. Учитывая планомерный и постоянный рост курса валют за эти шесть лет, на счету у людей через шесть лет была бы сумма 1 миллион 21 тысяча 800 рублей. Как же так? Так, господин Тажетдинов фактически на 42 тысячи рублей сделал беднее всех тех, кто вложил эти деньги в его программу. И, прошу заметить, вложение в американские доллары или евро – это абсолютно консервативная, абсолютно простейшая схема, то есть для этого не нужно обладать какой-то инвестиционной грамотностью, еще чем-то. То есть воспользовавшись тупо конвертацией денег, люди бы получили через шесть лет существенно большую сумму, чем триумфально сообщил им Тажетдинов, то есть чем вот то, с каким восторгом он рассказывал, как они здорово, хитро изобрели эту схему и как они помогают гражданам. Более того, если бы у тех, кто использовался этой программой, вот эта сумма 720 тысяч была бы сразу, шесть лет назад, и они бы сразу купили на всю сумму американские доллары, то к концу этого шестилетнего срока, с учетом роста курса и прочих ничтожных процентов банка, они бы имели уже почти полтора миллиона рублей, даже больше. Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей сейчас. То есть из вот этого триумфа получился не просто пшик, а какая-то подозрительная схемка, которую соорудил господин Тажетдинов, фактически ограбив, ну или лишив почти сорока миллионов рублей ту тысячу семей, которые поучаствовали в этой программе. То есть тысяча семей, даже тысяча с лишним, которые поучаствовали в этой программе, совокупно они потеряли более сорока миллионов рублей на вот этой вот замечательной программе господина Тажетдинова. А теоретически могли бы получить еще больше, если бы, скажем, применили вот эту простейшую схему конвертации в самом начале. То есть подведем итог вот этой всей истории. Я заключаю, что схема, которую с таким триумфом преподнес Хабирову Тажетдинов, не только невыгодна для граждан, но еще и, на мой взгляд, убыточна. А вот та мгновенно вышедшая новость по поручению Хабирова в Башинформе о том, как нужно пользоваться этой схемкой, она как раз и попадает, наверное, в ближайшее время под, ну вот, закон о фейк-ньюс, потому что это те самые новости, которые приносят существенный ущерб их потребителям. В общем, конечно, я призываю граждан быть очень осторожными. Если они планируют участвовать в этой программе, они должны сначала очень хорошо и внимательно все обсчитать. Замечу, что господин Тажетдинов планирует вовлечь дополнительно в эту программу еще 10 тысяч семей. То есть речь идет о том, что люди могут недополучить уже не 40 миллионов, а 400 миллионов рублей на выходе. То есть кто их получит? Ну, понятно, что их получат банки, их получат те, кто пользуются этими деньгами столь долгий срок и под столь низкие проценты. Ну и, наверное, Тажетдинов там не останется в накладе. Вторым сюжетом на оперативке был доклад Киреева об итогах общественных обсуждений гражданами программы ремонта подъездов и благоустройства территории. Доклад Хабиров предварил довольно ехидной ремаркой о том, что в тяжелой атлетике дается три попытки, и у вас, Михаил Юрьевич, именно третья попытка. Как говорится, попытка не пытка. И Киреев зачитал свой доклад, очень компактный, очень такой короткий и четкий, из которого мы делаем вывод, что внезапно, всего за одну неделю, Министерство жилищно-коммунального хозяйства полностью пересмотрело свои подходы к работе и выполнило ту работу, которую мучительно не могла выполнить в течение последних трех месяцев. Случилось чудо. Это еще один пример такой правительственной административной магии, когда внезапно за очень короткий промежуток времени были полностью исправлены все вот эти страшные ошибки. Конечно, вообще это смешно, если честно, потому что даже Хабиров, понимая, что немножко как-то недостоверно все это звучит, решил по смыслу поддержать Киреева и сообщил строго в камеру, что я подтверждаю, что со стороны МинжКХ работа по контролю подъездов налаживается. Вот так вот это прозвучало дословно. В общем, конечно, на фоне того, что происходит на самом деле, и вот мы сейчас вам показываем, например, те подъезды в городе Кумертау, которые отобраны для мероприятия, для этой программы, они опять отобраны, самые лучшие, и та самая каша в голове списков никуда не делась. И я абсолютно точно знаю, что манипуляции вот с этими вот состоянием подъездов однозначно остались, и ремонтировать в кавычках будут именно лучшие подъезды, а не худшие. Это точно. Кроме всего прочего, на прошедшей неделе стало известно о том, что уже объявлены конкурсы на вот эти вот мероприятия. Миллиард двести, по-моему, миллионов, даже больше, выбежали они за миллиард, будет потрачено на ремонт этих подъездов. Я полагаю, что, конечно, существенная сумма из этих денег будет истрачена не по назначению, потому что, как мы уже убедились, на прошедшей неделе Федеральная антимонопольная служба отменила один из конкурсов по капитальному ремонту. Это тоже по линии Министерства ЖКХ. Так вот, этот конкурс был отменен, потому что объединено в единые лоты было то, что нельзя было объединять. Объекты находятся на расстоянии более 500 километров друг от друга, а поучаствовать и победить в этих конкурсах вознамерились фирмы, в штате которых находятся 2-3 человека и печать. Очевидно, что это все абсолютно фейковые участники конкурсов, которые, очевидно, будут перепродавать эти работы дальше по цепочке. И с каждым посредником, с каждым убыванием суммы, которая будет затрачена на эти фактические работы, мы получим снижение качества, а то и просто эффективное исполнение этих работ. Примерно то же самое, скорее всего, будет происходить с ремонтом подъездов. Но посмотрим, кто будет участвовать и кто победит в этих конкурсах. Вероятнее всего, конечно, появятся какие-то опять загадочные фирмочки возрастом год-полтора, в активах которых, кроме печати секретаря и телефона, ничего нет. Тимур Мухаммедьянов Руководитель комитета по транспорту Республики Башкортостан Он зачитал доклад об обустройстве подъездных дорог с щебеночным и ПГС-покрытием к населенным пунктам и местам массовой жилой застройки. Доклад был довольно короткий и компактный, из которого мы узнали, что в Башкирии недостает порядка 11 тысяч километров дорог в населенных пунктах и на подъездах к населенным пунктам. Из них 8 тысяч километров – это именно улицы, которые не имеют никакого твердого покрытия. Идея Мухаммедьянова заключена в том, чтобы, используя расположенные в Республике залежи общераспространенных полезных ископаемых, речь идет о песке, гравии, всевозможной щебенке и прочем, построить вот эти 11 тысяч дорог не асфальтовых, а дорог, посыпанных песком, гравием или еще какими-то такими фракциями. Мухаммедьянов бодренько рассказал о том, как они быстро сейчас сорганизуют все местные администрации, которые будут бесплатно получать этот песок и гравий из расположенных на их территории источников, как замечательные подрядные организации всего за 500 тысяч рублей будут строить каждый километр подобных дорог. Напомню, что Хабиров про не асфальтовые дороги начал говорить практически с самого начала своего появления в Белом Думе. Я помню, как он довольно интересно рассказал о том, что вообще-то к новым микрорайонам не надо строить асфальтовых дорог, надо строить дорогу, посыпанную песком или гравием, потому что ее все равно разобьют грузовики. Ну, определенная логика, конечно, в этом есть. На самом деле надо строить хорошие асфальтовые дороги, которые не разобьют грузовики. Вот это было бы самым лучшим решением. Но доклад Мухамедьяновы на самом деле интересен не вот этой достаточно сомнительной идеей о том, чтобы истратить порядка 6,5 миллиардов рублей на гравийные дороги в Башкирии, а доклад Мухамедьяновы интересен тем, что вообще он на этой неделе прочно связан с той скандальной историей, которая случилась с ним несколько раньше, в середине февраля, 13-15 февраля, в Сочи состоялся форум инвестиционный, и господин Мухамедьянов в статусе председателя Госкомтранс Республики Башкортостан присутствовал на этом форуме. Но вопрос заключается в том, как он туда попал. А попал туда господин Мухамедьянов не просто на самолете, а на отдельном шикарном джете, арендованном за счет бюджетных средств, насколько я понимаю. В компании «ЮТЕР» господин Мухамедьянов арендовал замечательный маленький суперджет под названием «Челленджер 850 VQ-BOW», если полностью называть модель этого самолета. Это маленький самолет, на нем нельзя было переместить всю команду Министерства и вообще Республики Башкортостан, которая была достаточно многочисленна. Понятно, что на этом самолете полетели только избранные. Я не уверен, что все 14 мест в этом самолетике были заняты. Но даже бы если самолет этот маленький был набит под завязку Мухамедьяновым и его командой, в любом случае стоимость перелета одного человека туда и обратно на этом самолете составила бы 315 тысяч рублей. Согласитесь, для полета в Сочи это многовато. Ну, кроме того, что самолет сам по себе шикарный, прекрасный и очень дорогой, 4,4 миллиона рублей было затрачено только на перелет, господин Мухамедьянов умудрился еще потратить миллион рублей на проживание в Сочи и 650 тысяч потратить на собственное питание. В итоге он истратил за два дня 6 миллионов 50 тысяч, что, с его же слов, эквивалентно 12 километрам гравийной дороги в Республике Башкортостан. То есть, вместо того, чтобы потратить бюджетные средства на обустройство гравийных дорог хотя бы в Республике Башкортостан, господин Мухамедьянов потратил их на два дня шикарного пребывания в городе Сочи. Как мы уже раньше говорили, фактический, практический смысл от этих форумов достаточно ничтожен. В основном это все ярмарки, тщеславие и попытки наладить контакты. То есть, прямого профита от этого мероприятия, конечно же, не будет. И, соответственно, 6 миллионов с лишним господин Мухамедьянов государственных денег выбросил на ветер. На мой взгляд, это действие вообще-то граничит с преступлением, как минимум. Но оценку этому, конечно же, должны давать правоохранительные органы. На мой взгляд, это абсолютно точная иллюстрация безхозяйственности и вот такого отношения к государственным деньгам. На мой взгляд, господин Хабиров должен принять жесточайшие меры по этому поводу, выяснить, кто кроме Мухамедьянова воспользовался этим шикарным самолетом, на каком основании они его арендовали. И вообще, наверное, за такое безобразие должна последовать отставка председателя Госкомтранса. Каким бы милым и замечательным ни был этот рано состарившийся Гарри Поттер, но, судя по всему, вся его разумность и вся его рациональность заканчивается ровно с окончанием трансляции вот этих вот заседаний. Потому что дела и слова, прямо скажем, контрастируют между собой. На совещании господин Мухамедьянов излагает все замечательно, гладко, правильно и разумно. После этого, когда закрывается за ним дверь, он пускается вот в эти вот совершенно необоснованные траты со стороны его ведомства. И в итоге мы теряем там 12 километров дорог. То есть, я полагаю, что реакция Хабирова здесь на вот эту историю должна быть показательной. Если он в последнее время декларирует, что будет жесточайшим образом наказывать коррупционеров и растратчиков, то вот ему прекрасный повод доказать всем, что это не просто слова. Потому что, например, господин Мухамедьянов за два дня промотал сумму, вдвое превышающую ту сумму, которую вменяют преступления госпожи Берг, которые сейчас находятся под арестом. Ее за 3 миллиона рублей, которыми она распорядилась безхозяйственно, прямо скажем, сейчас пока закрыли в КПЗ на 3 месяца. Ну, если судить пропорционально, то господину Мухамедьянову полагается 6. Ну, в общем, я надеюсь, что Хабиров обратит серьезное внимание и что без последствий он эту историю не оставил. После триумфального доклада Тажетинова, который очень понравился Хабирову, видимо, никто не стал вдаваться в детали. Всем очень понравилось, что все успешно, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, так вот, после этого доклада была краткая ремарка о ДТП. Опять у нас отметился рост ДТП с тяжелыми последствиями, с травмами и смертельными исходами. Хабиров распорядился создать некую комиссию, в которую войдут, помимо представителей ГИБДД, представители собственников дорог, на которых непосредственно случились эти аварии, и представители местных администраций, для расследования смертельных ДТП и принятия мер, каких-то выводов с этим связанных. Мера, на мой взгляд, очень правильная. Действительно нужно понять, что происходит, системно понять, с травматизмом и смертями на дорогах Башкирии. Для этого действительно нужно разбираться. Главное, чтобы эти комиссии действительно работали эффективно, неформально и не в угоду тем обстоятельствам, которые сопутствовали этим ДТП. Пользуясь случаем, в связи с этим я бы попросил еще ради Фаритовича организовать подобные комиссии, связанные с травматизмом и смертями на улицах Уфы из-за падения снега с крыш. Последние 2-3 недели этих случаев буквально пачками каждую неделю, и тяжелые травмы, и несколько смертельных случаев, судя по всему, господин Мустафин не до конца справляется с функцией очистки кровли в Уфе. Весна нестандартная, подтаяли крыши, лед, глыбы и снег падают на людей, уже несколько человек погибло. Я думаю, что Хабирова имеет смысл дать указание, сделать именно такую комиссию, расследовать, кто виноват, кто не почистил крыши и сделать системные выводы. Ну и наша еженедельная рубрика «Дайте глупости шанс», «Give a stupidity a chance», и в ней сегодня номинируется одна история, но очень интересная. Нужно немножко отступить в сторону и разъяснить, рассказать, как работают СМИ с крупными чиновниками, у которых есть собственные пресс-службы. СМИ подают заявку, например, если они хотят провести интервью с каким-то чиновником, губернатором, кем-то, значит, там, министром, и пресс-служба рассматривает эту заявку, смотрит, о чем идет речь, что если это все укладывается в функциональные обязанности и функционал самого чиновника, то согласовывается время и место этого интервью, интервью дается, потом как-то оно согласовывается по содержанию и, в конце концов, выходит в печать. Так вот, на прошедшей неделе федеральное издание «Регионы России», которое представляет в Башкирии госпожа Куцуева, подала подобную заявку в пресс-службу главы региона, желая взять интервью на тему инвестиционной привлекательности региона, на тему тех планов, которые есть у Хабирова и его команды, о улучшении инвестиционного климата в Башкирии, ну и так далее. То есть, достаточно, в общем-то, рядовое событие, и, в общем-то, тема такая обычная, но поразительная реакция случилась с пресс-службой Хабирова. Ее руководитель Фанур Ягафаров отказался предоставить возможность этому федеральному изданию получить интервью у Хабирова очно и сообщил, что они дадут только заочное интервью. Ну, бывает, может быть, занят Хабиров, ну и так далее. Но дело в том, что Ягафаров сформулировал причину отказа. Он сказал, что он не хочет, чтобы Куцуева фоткалась с Хабировым. Ну, вообще, конечно, я, честно говоря, сначала не поверил, что так случилось, но на самом деле это был официальный ответ в редакцию издания «Регион России» о том, что они отказывают давать очное интервью Хабирову этому изданию, потому что боятся, что Куцуева будет слишком много фотографироваться вместе с главой республики. В общем, конечно, страшная угроза. Ягафаров выполнил свою оградительную функцию, спас Хабирова от объективов телефона Евгении Анатольевны Куцуевой. К чему это все? Ну, конечно, это смешно, это страшная глупость, это действительно вот эти верноподданнические переборы, которые время от времени случаются с этими вот холопами, которые слишком ширьяно служат своим хозяевам. Но тут есть еще и другая подоплека. Не так давно Куцуеву забанили во всех аккаунтах Хабирова, а мы знаем, что Мурзагулов это делает очень часто, очень многие люди начали жаловаться на то, что у них нет связи с главой региона, этих людей уже сотни. Мурзагулов по любому поводу исключает их из списка людей, которые имеют возможность писать что-то в комментариях. И Куцуеву тоже исключили из этого списка за то, что она упомянула Шиханы. Видимо, это запретная тема, и когда Игофаров увидел заявку на интервью, он, не будучи самостоятельной единицей, конечно, побежал советоваться с Мурзагуловым, и Мурзагулов ему запретил предоставлять это интервью изданию регионы России. Вообще, конечно, это яркая иллюстрация того, что на самом деле открытость и медийность Хабирова не что иное, как оболочка и имитация. И во многом эту имитацию осуществляет именно Мурзагулов и вся вот эта команда Прочаковских и прочих, не позволяя в полной мере Хабирову действительно получать информацию из первых рук, не позволяя Хабирову контачить с теми людьми, которые несут, скажем, несколько иную точку зрения, или могут задать какой-то неудобный вопрос. И вот это ограждение хозяина от информации на самом деле всегда заканчивается плохо. Либо хозяин впадает в дезинформированность и не ориентируется в пространстве и в вопросах, и однажды это отольется, конечно, где-то в публичном пространстве. Ну, либо люди просто потеряют интерес к этому человеку, перестанут его воспринимать как действительно открытую медийную личность, ну и пойдут дальше. Редактор субтитров А.Семкин